Здравствуйте на канале Автотак! Продолжаем искать места отдыха, вот такие удаленнейшие места, но чтобы непременно на самом-самом берегу моря. Я думаю, что не знаю кому как, но мне лично самому это очень нравится. Я с таким удовольствием люблю поехать туда, вот где никого нету, где такой вот небольшой участок, небольшие какие-то домики, небольшой такой островочек, островочек счастья на самом-самом берегу моря. И вот сегодня мы начнем такой путь с поселка Набережного, наш любимый поселок, с которым мы очень много начинали своих таких небольших визитов. И вот смотрим Днепротур-Хортица, два километра, такая вот база отдыха. Она находится за поселком Набережный, мы выезжаем за поселок, проезжаем небольшой такой мостик через реку Соленая, речка Соленая, вот дальше там вдали село Преслав. И наш объект находится между двумя поселками Набережная и село Преслав, Приморский район Запорожской области. Это 2021 год, мы это все делаем весной, ранней весной. Апрель месяц, дорога туда ведет, вот такая вот немножко отсыпана, твердое покрытие, подъехать можно, пожалуй, в любое время. И сейчас свернем на такую уже дорогу больше полевую и будем пробираться к нашему заветному месту. Вот дорог несколько, вот эта дорога мы со стороны Набережной Преслав подъезжаем, я вам там дальше покажу, как можно подъехать еще из поселка Набережной, там есть такой, есть такой небольшой проезд, но не всегда он комфортный, потому что по самом берегу моря, по песку нужно будет ехать. А мы вот едем, вот смотрите, уже какие такие вот замечательные просторы, можно посмотреть слева, справа. Такой вот морской, уже морской берег начинается. И вот недострой, вот здесь база вода какая-то строится с левой стороны, и вот дальше уже мы видим наш островочек, островочек счастья. Подъезжаем к нему ближе, уже ощущается запах моря. И вот такой уютненький, огороженный участок, такая крошечная, крошечная база, она одинокая, вот между речками, устьями реки соленая и устьями реки обеточная, она расположилась, вот так вот притаилась у самого-самого моря, на самом-самом бережочке. Непременно походим вокруг, посмотрим. Как же она выглядит с моря. Вот именно в такое время, вот не курортное время, а именно такое начало сезона, когда еще ничего нету, посмотрим ее со всех сторон. Здесь такая тишина, так тихо, так уютно. Особенно сейчас, когда еще никого нету. Вот куда нужно убежать от всей этой суеты, городского комфорта, от карантина, от заботливого полицейского, хорошо одетого в начищенных ботинках, покушавшего в ресторане, и заботливо выпишет вам штраф за то, что нет паспорта, нету там маски на носу или такие другие фокусы. Сюда не придет вам квитанция за превышение скорости, не придет платежка за коммуналку. Здесь вы будете наедине с природой. Вот кто меня понимает, вот как кто отдыхал, может быть, на корабле, на яхте, вот такое ощущение. Никакой нету проблемы, все уходит. Вот только мы, природа, птички, море, рыбка и никого больше. Никого-никого больше нету, никакого такого вот связи с коммуникацией. Вот это все вот, я думаю, что, ну, электричество, конечно, есть для того, чтобы все-таки чувствовать себя более комфортно. А все остальное, вот только отдых, только такой вот отдых. Кому, конечно, подходит, кто же, может, кому-то это не по душе, кто-то, может, хочет такой вот на хорошей базе разместиться. Они тут рядом, можно пройти и пешком, и как угодно пройти. Но я вот, мой такой вот, понимаете, мое такое умозаключение, что вот здесь очень комфортно для того, кто любит вот такой отдых уединенный. Вот я сейчас стою, такой запах травы, но вот весна, еще ничего так не цветет толком, но такой дурманящий запах травы и моря, ну, просто слезы на глазах от того, что ты здесь, природа, и как вот ощущается вот это чувство единения с природой, непередаваемое чувство. Как передать вот это чувство? Ну, вот чувство детства, как будто вы в детство попадаете, бегаете по песочку, по травке, босыми ножками, все вокруг родное и твое. Нет вот такого пресса, давления цивилизации. Я когда говорю хорошие базы, имею в виду, что там бассейны, какие-то спа-салоны, другие шикарные услуги. А здесь же вот единение с природой. Только море, берег, природа и вы отдыхаете. Я не стараюсь рекламировать эту базу отдыха. Ей абсолютно это не нужно, потому что на эту базу люди проезжают, и проезжают постоянно. Ну, может быть, кто-то еще увидит, кому-то понравится именно такой вот отдых. Поэтому постоянные люди, которые приезжают сюда отдохнуть на три дня, там, на недельку, на все лето, как угодно, размещаются. Здесь можно поставить еще дополнительно кемпинг, палаточки. Здесь места очень много. А какая здесь шикарная рыбалка. Можно выйти на лодочке, на резиновой лодочке порыбалить, выйти со спиннингом. В любое время, что днем, что ночью, никто вас не спросит, не возьмет с вас плату никакую. Непременно поймаете пеленгасика. И червяка здесь можно накопать на лиманчиках. Здесь есть этот лиманский червяк, который любит пеленгасик. И вот, смотрите, нету никаких таких излишеств. Нету какой-то там плиточки, дорожек с напылениями, 3D-рисунком. Вот босичком по вот этой травке пробежитесь утром до бережка, там по песочечку покупаетесь, позагораете. Вернетесь к себе в домик, сядете под дерево, в тенечек, почитаете любимую книгу, поиграете в любимые игры. Вот такое прекрасное золотое место, которое я вам показываю. Показываю вам, потому что нравится оно мне. Может быть, кому-то и не понравится, потому что кто-то любит другой вид отдыха. Но сказать честно, что здесь рядом и село Преслав, большущее, огромное село с баром, с магазинами. Село Набережная, поселочек Набережная, буквально рядышком. До Приморска недалеко, километров 15-16 будет. Ну и до Бердянска рукой подать. Так что если уж сильно там соскучитесь за такими благами цивилизации, то можно сесть на автомобиль и проехать туда. Почему так часто упоминаем слово рыбалка и говорим о рыбалке? Потому что рыбалка здесь очень сладкая. Я бы сказал сладкая, соленая и горькая. Соленая потому, что находится рядом речка Соленая. Устья реки Соленой не соединилась с морем, к сожалению. Но речечка рядом. Там на возвышенности, невдалеке, поселок Набережная. И вот на такой самой-самой золотой серединке расположилась наша хорошая, замечательная база Днепр-Тур-Хортица. А дальше находятся устья реки Обеточная. Устья реки в этом году с морем соединилась. И возможно Пеленгас зайдет на пресную воду, сделав рыбалку еще увлекательней. За речкой Обеточная, буквально рядом, расположилось серло Преслав. Такой вот островок счастья нашли мы на берегу Азовского моря. Почему мне нравятся эти места? Потому что они далекие. Далекие и тихие. И бывать люблю я в этих местах именно в это время. Потому что никого нету, ни у кого ничего не надо спрашивать разрешения. Никого не надо переступать на пляже. Кто-то расположился, кто-то недовольный, кто-то ворчит. Да и сюжета много будет недовольных. Кто-то здесь не понравилось кому-то. Кого-то здесь укусил комарь. Кому-то здесь нахамили, кого-то разлюбили. Поэтому ставьте любые отзывы. Все равно мы рады всем, кто смотрит канал Автотакт. Вам же скажу вдогоночку, что место хорошее. Представьте себе, если вы утречком пойдете в поселок Набережный или Преслав. Возьмете там парного коровьего молока или козьего. Кому что нравится. Пройдете утречком. Поймаете пеленгасик или бычочек. На обед сварите замечательную мху. Это будет настоящее счастье. На острове счастье. Мы разворачиваемся потихонечку. Еще раз взглянем на базу. Днепротур-Хортица. Хорошее место. Дурманящий запах. Трава. Тишина. Даже коровьи лепешки, которые здесь иногда встречаются, и то радуют глаз, делая это место таким уютным и домашним. Непременно побывал здесь один раз. Вы останетесь с хорошими впечатлениями на всю жизнь. Будете очень часто вспоминать и непременно приезжать сюда вновь, вновь и вновь. Я желаю вам хорошего отдыха. Приятных, замечательных впечатлений. Всего вам доброго. Очень рад, что были на канале Автотакт. До свидания. Ваш канал Автотакт. Так, пока. Пока.